Видеть кончиками пальцев – так воспринимают этот мир инвалиды по зрению. Узнать и почувствовать на себе, каково это жить в темноте, смогли представители законодательной власти округа и спонсоры региональной организации Всероссийского общества слепых. Там прошел второй турнир по шашкам в слепую. Турнир по шашкам накануне Международного дня слепых в региональном обществе проходит второй год подряд. Инвалиды по зрению соревнуются с представителями законодательной власти региона и спонсорами общества. Чтобы все участники были в равных условиях, на глаза одевают повязки и приступают к игре. Особых премудрости при игре в шашки вслепую на первый взгляд нет. Правила игры просты и знакомы, пожалуй, почти каждому еще с детства. Доска очень похожа на обычную, фигурки тоже. Но вот если присмотреться, видно, что есть специальные выемки, чтобы шашка не соскальзывала. Да и сами фишки имеют отличия, но их легче заметить на ощупь. Гости турнира все немного растеряны, а вот хозяевам все знакомо. Екатерина Носкова сегодня стала победителем. С легкостью обошла в игре представителя компании-спонсора. Признается, играет часто. Особенно нравится учить детей в разновидность этой древней игры. Детей учим играть вслепую. А дети потом в школе других, как сказать, играют, обыгрывают. Другие-то дети не умеют. А вот дети, кто не видит, они умеют. Так что это для детей наших тоже полезно. В этой игре есть свои секреты. Доску нужно разделить на четыре части. Так проще ориентироваться. Вот только не специалистам такие тонкости неизвестны. Это очень непросто, потому что абсолютно теряешься. Не понимаешь, что происходит на доске. Надо обладать, наверное, очень большой фантазией и просто шикарным абстрактным мышлением, чтобы представить в своей голове эту доску, почувствовать выемки, куда шашки становятся, почувствовать шашки. Для гостей турнира товарищеская встреча стала новым и интересным опытом. А для членов общества еще одним поводом встретиться, ведь шашечные турниры у них очень популярны. Шашечные турниры у нас четыре шашечных турнира. Мужчинам мы 23 февраля, чтобы их как-то отблагодарить, мы их собираем на шашечный турнир за чашкой с чаем. Этот день после сыгранных партий также продолжился чаепитием. А новый турнир по шашкам Ненецкая организация Всероссийского общества слепых постарается провести ровно через год. Алена Валей, Вадим Носкин, Телеканал «Север».